Возможно ли дружба между гепардом и человеком? Об этом вы узнаете из нашей сегодняшней истории. Сотрудница зоопарка Ольга долго выхаживала заболевшего гепарда, и за это время девушка успела сильно привязаться к зверю. К сожалению, через какое-то время животное увезли в цирк. Ольга надеялась, что когда-нибудь она снова встретится со своим четвероногим любимцем, и через 4 года случилось то, чего никто не мог ожидать. А началось все так, в зоопарк небольшого городка, привезли гепарда. Сотрудникам показалось странным, что зверь, попав в новое помещение, не обошел его, а сразу же улегся. И когда утром животное отказалось вставать, а еда в миске так и осталась нетронутой, люди поспешили вызвать ветеринара. Врач, услышав тяжелое дыхание зверя, сказал, что тот возможно простудился во время перевозки и подхватил воспаление легких. Гепарду срочно нужно было дать лекарство, но сделать это было непросто, зверь не притрагивался ни к пище, ни к воде. Люкс, так назвали гепарда, сильно похудел, шерсть его стала тусклой, а глаза покраснели. Если хищник пытался встать, его лапы сразу начинали дрожать и подкашивались. Все сотрудники переживали за животное, но особенно сильно беспокоилась девушка по имени Ольга. Понимая, что зверь может умереть, она высказала мнение о том, что его возможно стоит покормить с руки. Работники зоопарка не одобрили эту идею, риск был слишком велик. Все-таки Люкс – дикий зверь и его поведение предсказать невозможно. Тогда Ольга решила взять дело в свои руки. Втайне от всех она открыла дверь клетки и вошла внутрь. Люкс даже не повернул голову в ее сторону. Когда девушка взяла кусочек мяса и поднесла его к гепарду, тот слегка оскалился. Таким образом он словно просил оставить его в покое. Тогда Ольга обмакнула мясо в воду, а затем снова предложила его гепарду. Люкс начал слизывать воду и незаметно для самого себя проглотил и мясо. После этого он протяжно вздохнул и отвернулся, но на тот момент радости Ольги уже не было предела. Она вышла из клетки и побежала к врачу за лекарством. Девушка уже знала, как нужно действовать дальше. Ольга начала добавлять лекарства в мясо, смоченное в воде. От такой еды гепард не отказывался. Вскоре лекарство начало действовать, а Люкс – приходить в себя. Через несколько дней, когда Ольга вошла в клетку, зверь встал и пошел ей навстречу. Девушка принялась гладить Люкса по голове, а тот замурчал, как… С тех пор она каждый день свободно заходила в клетку, а гепард, радостный и счастливый, спешил к ней, едва заслышав шаги. Ольга знала, зверь ждет именно ее. Но, к огромному сожалению девушки, следующим летом Люкса забрали в цирк. Когда гепарда посадили в транспортировочную клетку, он начал метаться и рычать, Оля не смогла сдержать слез. Девушка продолжала стоять на дороге даже тогда, когда машина уже скрылась из вида. Через четыре года в зоопарк на киносъемку привезли цирковых зверей. Ольга случайно услышала, что вместе с остальными животными приехал гепард, ослепший два года назад после тяжелой болезни. Сердце девушки забилось чаще, неужели это Люкс? Хищник находился в отдельном помещении и Ольга поспешила туда вслед за одной из сотрудниц цирка. Гепард ел, не обращая внимания на людей. И вдруг, когда Ольга начала расспрашивать женщину о звере, тот, услышав голос, перестал есть и повернулся в ее сторону. Когда хищник резко мяукнул, всем все уже было ясно. Ольга со всех ног побежала открывать клетку, а гепард, услышав имя Люкс, отчаянно бросился к девушке и уткнулся в нее головой. Поразительно, но спустя четыре года ослепший зверь, которого давно уже называли другим именем, узнал своего человека. А все потому, что доброта, искренность и забота творят настоящие чудеса. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.